У нас не так вот, извините, ради Бога, вот здесь, это кухня была, мы ее сделали вот так, как бы вот так, да, просто. А сейчас что здесь? А здесь просто. А где твой компьютер, компьютер где-то? А компьютер, да. Показывай национальной библиотеке, ты хотела подойти или что? Я же счастливый человек, слава Машала, я не знаю, вы понимаете, слава Машала, знаете, это, ну я не знаю, слава Богу, да, как бы, да, вот. Вот как бы, да? От этого нём, да? Да, хотите включу, что-то надо вам? Ничего не надо, мне нужно, ты, давай, садись рядышком. Так, где Наташа? Ну не вы, не снимай, это мне вспомнило. Да не обращай мне внимания, так, Наташа где? У меня зуб наобух немножко. Наташа где? Она придёт, она тоже очень, это, вообще, она такая, аааа. Позвонила? Мы всё не снимали. Так, Мурсаль где? Да, да, она придёт, конечно придёт. А Мурсаль где? Что у него есть? Я не сказал, значит, я сказал, что вот у него есть. Настоящая, чтобы поговорить с мусульманами. Мы как он, он тоже он обрадуется, он очень рад, он вот в этом улетит. Так, скажите, а не могу... Вот у меня ещё одна есть эта подруга, Шахана, она тоже придёт, она в Баку живёт, ещё в Канаде живёт. Ааа. Она тоже сюда, мы всё, мы всё не снимали. Это все сгодится нам. Теперь, сколько у тебя человек придет? Ну вот пока ты человека точно уже дожди. А у тебя близких нет, чтобы он на дому мула посещал? Если я сейчас соберу, все сюда придут. Мы его побеседовали, изложили друг другу. Знаете, я никак не волнуйся, сука, я вас играла, только что спала. У нас же пост сейчас, да. Я подумала, что, наверное, вы сами позвоните. Кстати, я позвонила этому дядьке. Я сейчас сижу, думаю, боже мой, это на самом деле, отец Игнатий, или мне перешится все. Нет, ну, отец Игнатий, клянусь, как слава богу, боже мой, Сибирь, сюда. Так, Порошита, откуда мы идем-то? Через Грузию? Зашли в Грузию? Зашли в Армению? Да садитесь, вы уже устали. Я на машине устал, мне наоборот надо посидеть. Мы 47 дней в машине живем. У нас колесное христианство. У нас три человека и садитесь. Представляете, то есть мне надо походить, наоборот. Вы ничего не заходите, это самое здесь. Нет, нет, нет. Я ничего, я там останусь, в этой комнате, а вы здесь. Ничего страшного. Нет, я никогда не... Я в машине ночью. Нет, отец Игнатий, послушайте, слава богу, это мой дом, да, и муж тоже нормально на это реагирует. Может, будет дома? Я в твоей комнате? Может, будет дома? Ну что вы? Я наоборот скажу такую вещь. И он никогда не... Чтобы вы не было далеканий никакого? Нет, 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 отец Игнатий, вот вы здесь, я просто, ты сам, да, вы сами... Ты нам говори о мыши, чтобы мы не нарушили ничего вас. Ничего, ничего, я в той комнате, и вы здесь. Так мне шофер что-то отоспался, а потом мы идем на Махачкалу. Вот насчет шофера я не знаю, но вот насчет вас это точно. Я насчет в машине. Я вас знаю, вы свои, да, а вот насчет шофера я тоже муж пусть. Это братья все наши. Шофер, это главная фигура у нас. И вчера мы шесть часов стояли на таможне, шесть часов. Он тоже с вами? Да, с нами. Он там в машине сидит. И он, вы легли вчера во сколько? Так, во втором часу, это по Москве. Можешь в Сибири рот? Нет, это наш братья община. Ну во втором часу. А, тоже в Сибири? Да, и он, остались сколько сегодня? Ну, три часа мы спали, наверное, три с половиной. А он за рулем сидит. Эй, подождите, я ему позвоню сейчас, он что с ним будет? Давай, собирай всех, кого можешь, знакомых и незнакомых. Отец Игнатий, ну это только вы могли такую вещь сделать, клянув. А любовь, Савер, это любовь делает, только любовь. Мы сегодня с кем беседовали, сейчас я с директором национальной библиотеки. С работниками беседовал. Все книги у вас теперь в библиотеке моей. Да, он мне сейчас позвонил. Директор. Это все нормально, но то, что вы сами приехали, книги могли бы без вас сюда дойти. По-другому реагируют, когда говорят, что автор приехал, автор, это другое совсем. Одно дело, книгу кто-то привез, а другое дело, когда автор. Я говорю, почему именно, какая причина, краткую аннотацию на книги даю. Сейчас, если он не занят там, он сейчас, он вообще... Знаете, сколько я про вас рассказывала, отец Игнатий? Я уже скольким рассказывала про вас. А я сколько про вас рассказывал? Не помню. Отец Игнатий. Мерсия, извините, Сала, это Сама, ты когда придешь, Нишала? А, ну все, родной, мы тебя ждем. Я Наташа сказала, Шахане сказала. Давай, родной. Да, ну ты тоже, да, ты тоже, да, приходи, ладно? Давай, давай, постарайся, давай, все, счастливо. А у Мерсия хорошие друзья, верующие есть? Да, я постараюсь, он там далеко, где-то самое, наверное. Будем привести, пиши, познакомились поближе. Я еще раз переспрошу, а знакомого Мулы нету, чтобы пригласить? Так он сам Мула, Мурсия. Он Мула, Мула. Помните, я вам говорил, 90 лет он учительный. Не переживайте, он такой человек, он нормальный. Мула. Я вообще придумал, когда ехал дорогой. Вот у вас какие есть у Мурсия, друзья, я хотел каждому подарить трехтомник Нового Завета. Показать вам его фотографии? Подарить, который с картинками. Сколько у вас таких он привезет? Я каждому подарю. По трехтомнику каждому. Не знаю, это вы сами с ним. Ну так спроси его, пусть придут. Я им подарки привез. Отец Игнать, вы таким людям только... То мы сами это можно подарить. Он нормальный. Но вы это не всем знаете. Я решился. Вы знаете, здесь такие есть Мулы. Хорошо. Которые, вы знаете, извините, как вот метать несет перед свиньями. Извините. Поняли, да? Еще. Как у вас там есть эти книжки? Да, Ивангелия Анатольевская. И здесь есть. Да. Вы сами лучше меня знаете. Да, но я подумал, что и здесь я никогда не буду. Потому что жалко книги. Жалко, но мне хочется людям подарок сделать. Мы были у Рамзана Кадырова. Я ему подарок сделал. Ну вы не снимаете, мы хотим. Я свободно хочу поговорить. Я не могу. Я не могу. Мы были у Лукаши в Белоруссии. Это на память очень ценно будет. Да, я знаю. Но это вообще... Это история нахуй. Мы стоим потом. Доедем ролик и стоим. Давай, немножко друг о друге расскажем. Сколько тебе лет? Отец Игнатий, вы на самом деле... Вы этого и... Я так... Давай. По порядку. Я тебе говорю. Отец Игнатий, вы понимаете для меня, что домой ко мне пришел святой человек. Вы же знаете, как я к вам относилась, да? Вот несмотря на то, что вы знаете, да, что там разные говорят веры и все. Я на это не смотрю. Есть понятие названия такое. Правда? Но вот душу я чувствую, да, человека какой-нибудь, да? Вы сделали больше, чем кто-то здесь, который себя... Вот я не буду, да, как это немножечко... Это Бог делает. Да. Это нельзя сделать. Я чувствую вас, что вот вы как будто бы, я не знаю, вот очень-очень хороший. У нас, понимаете, с мусульманами хорошее отношение. Где бы мы ни встречались. Мы сеем мир. Вот то, что люди сейчас делают, они не знают Писание. По Евангелии живущий человек, он друг и брат всем. Как будто бы неудобно еще с таким флюсом. Не обращай даже внимания нисколько. Нет, да, да. Давай, отвечай на вопрос. Сколько тебе лет? Мне 46 уже. Теперь, у нас там Татьяна Капустин, я сказал, твой рост, твой вес сходит, чтобы тебя представили. Ну, сейчас они увидят. Вес, значит, 57, а рост 60, почти. 160. Да, 160, да. Вот я с Мерли, у нас Татьяна Капустина подходит под нее. Это старшая сестра у нас в общине. Не так неудобно, что вы все снимаете. Такая добродетельная она. Тут у нас несколько вопросов было, и вот так они от него остались. Может, вы сядете будете снимать? Как-то все-таки. Так, как звать президента? Как-то неловко мне. Ну-ка. Вы стоите снимать, а вы... Ничего, я отдохнула была. Мы в машине столько, спасибо, господи. Садитесь, нет, вы уставшие тоже. Ладно, мы будем стоять тогда. Нет, 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 все нормально. Садитесь, садитесь сюда. Как президента позвать ее решила? Здесь надо снимать, прошу. Нашего? Вашего? Иханали. Мы вот поехали дорогу, еще мало совсем знаем. Вам понравился город. Красивый? Да, красивый город. Очень красивый, да. Вы его живо увидели, знаете. Но все-таки заранее неудобно, когда... Вы это туда, мы тут дадите, да, наверное? Ну вот, Игнать Тихович будет распоряжаться. Куда, что. Вы, наверное, монтаж сделаете, да, там некоторые места, которые я там смеюсь, как-то через черт скажу. Как, может, сам во сколько придет? Он приедет, он сказал, где-то после четырех-пяти, вот так. Он с утра поехал. Да, после четырех, в общем. Он еще туда не доехал, он на собрание. У меня забота о шофере, где его, в какой уголок. Ему вот этого достаточно будет. Он за рулем сидит. Если он... Он сейчас там? В машине. В машине. Если он такой сонный поедет, то все погибли. Простите, дай его. Мне дом нужен. Сами. Слава Богу. Итак, мы с... В гостях у Самиры город Баку, Азербайджан. Ангел за трапезы. Невинимые, предстоящие. Хвала Тебя. Слава Богу. Да будет благословен дом сей. Спасибо. За Твои дивные дары мы благодарим Тебя, Иисусе. Устрои предстоящую встречу, как Тебе угодно. И соверши это путешествие с нами. Ты нас сохранял, выводил из затруднительных положений. Сердца людей располагал к нам. Хвала Тебя. И эта радостная встреча, да будет нам напоминанием, что мы дети Твои. Мы все должны познать Тебя и искупительную жертву Твою. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Он говорит, подожди, он говорит, а что ты на занятия не пришел? Уже две недели, он говорит, я еще ту не усвоен. Все, у тебя жизнь в них своя зла, если хочешь, иди же и дни благие, добрые. А что говорить, когда не усвоено? Спасибо. Вот мы сегодня находимся в Азербайджане, в городе Баку. В нем я был только ночью, лет 40, наверное, уже назад. А теперь мы находимся в самом городе, у знакомых, близких, от Самира, Тагиев. Слава Богу, что вы приехали, хотите быть. Это для меня подарок от города. Вообще, Бог по жизни, может быть, не знаю, мне несколько раз, я не буду вспоминать уже, таких, да, было моментов в жизни. Но это один из самых-самых счастливых дней в жизни. Может, мне кто-то не поймал, да? Мы поразовались сообщением, вы, естественно, ходили в мечеть, вам нельзя было заходить, вы подождали. Я прошел, просил разрешение, разнулся, и я доволен. Я говорю, если я буду по православному крестисту, ничего нет, нет, ничего. И поэтому я поклонами, я земным поклонами, никто, три поклона и третий поклон положил, и я остановился, как они стоят на колене, так вот помолился. А потом встал, потом еще поклонился. И они подумали, сами подходи, спрашивали. То есть они меня не оттолкнули, не обидели. Это они не сделали бы, ну, просто удивленные глаза, если я могу себе сказать, ну, слава Богу, и этого не было. Нет, слава Богу. Вы просто любили веру и сердце, поэтому Бог вам может помогать. Ну, Господь открывает, потому я говорю, нам нельзя подражать, когда люди говорят, вот полиция такая, у нас она не такая перед нами, Бог ее смиряет, она другая. Наши кисти снимите, пожалуйста. Она живая? Живая, живая. Я ее даже попробовал проразбудить. Это она от жары так. Здесь знаете, сколько их? Их много здесь. Что бы ты не увидел, что бы у тебя не случилось в жизни. Нет, это чудо, что вы приехали. Все обращай на познание воли Божьей. А что в этом Бог заложил для меня? Слово Божье живо и действенно. Живо, то есть оно 2000 лет написано, и оно не умерло, а оно сегодня ко мне говорит, конкретно. Не к Коринфянам, а ко мне. Слава Богу. И оно обоюдоострое, до разделения души и духа. Когда он говорит, что и жить не хочу, то есть я все отдаю тебе, и мне хочется быть с тобой, Господи, уже. Разрешите от тела. Но Павел говорит, для вас нужнее, если я еще поживу, и с вами буду, и буду отвечать. Отец Игнатик, я вот Богу прошу, чтобы вам много-много лет в жизни, еще очень много, да? Чтобы долгих-долгих лет вам, да, Бог еще много, очень много. Ну, как Богу угодно. И чтобы хранил вас. Хранит? Потому что таких вас очень мало. Знаете, Господь так хранит, что я когда вернулся, то сотрудники КГБ приехали в Надежде Васильевне, сразу спросили, так он вернулся живой? То есть никто не знал, меня отправят туда, где не выходит живой. Я вышел, они в первом день приехали, и сразу спросили, так он живой вернулся? Да, они не такие верующие, поэтому. Знаете? Я знаю, где мы ехали, сколько у нас таких случаев было, могли погибнуть, и все. Прямо в горах, вот с палец, вот такое пробило насквозь к адресу, а там кувыркнуть себя ничего не стоило. Нет, Богу посохранит. Это Господь. Дай Бог, чтобы живые, здоровые, не вредимые, домой вернулись. И откуда мне письмецо написали? Самира, мы уже в Барнауле. Ты когда в Mail.ru? Все, слава Богу, хорошо. Запомни в Mail.ru. Там много отняли, сейчас нельзя рассылать, но в частном порядке можно. Я выставлю фотографии какие были, а вы свои выставите. Обязательно. Я ваше-то скачаю. Знаете зачем? Просто чтобы любовь вот видели. Люди увидели. Нас объединяет Бог, Дух Святой. Они все вот как-то в основном злые, не любят друг друга. У них сразу мысли какие-то, ищут какие-то причины. Ну мы прошли, а мы думали это муж с женой идут. Сейчас вот люди-то, ой, а мы думали муж с женой идут. А я говорю, это мой учитель. Духовный учитель, я говорю. Это выше родство, чем мужа и жены. Любовь моя, говорит, больше любви женской. Об этом говорит Давид. После смерти друга Иоанна Фанна. Сначала говорят, это мой отец, я говорю, духовный. Потом говорю, духовный учитель. Но они не очень это понимают, потому что они вообще не знают, что такое. Духовное рождение от благовестия идет. Когда человек благовествует, Павел говорит, я родил вас благовестием. Родил. А когда сегодня называют отец, Иоанн, отец, он никого не родил. Это фиктивное название дается. Царь. А он не царь. Это игра на сцене. А что, Игнать, давайте пройдем. Он может долго там лететь, честно. Нет, а тебе нужно там возбегнуть? Смотри, здесь легче стоять. Я просто, здесь немножко грязно. Нет, нет, забыл. Это вопрос решен. Да? Здесь чисто. Нет этой грязи. Да, мы не знаем. И дома у нас все-таки лучше, чем здесь? Здесь пока выше. Не хотите? И как? Когда придут люди, мы там будем, еще успеем. Погибает кто-то ближний, одна хотелась и попала под машину. Два мальчишки, они одинакового возраста. И один верующий, а другой неверующий. И неверующий смеялся над верующим. И говорит, ты воскресенье-то проездил в церковь, а воду ворыки дают только воскресенье. Это твой сад не политый, у тебя урожай-то какой. Он говорит, я знаю, Бог урожай подсчитывает по другому воскресенье. Еще воскресенье измертый было. А они крышки сделали за машину цеплять. А на повороте их выкинул, под крышки, а вот под убедились. Так у которого сын, отец-то верующий был. Ему сказали, он говорит, Бог дал, Бог взял. А тот отец, он готов на себя выкинуть, у него единственный сын. Он хорошо учился, ласковый такой. Он не знает, что теперь делать. Ну почему у соседа этот воришка, она падает, маленькая, живет. Почему? А я так не ставлю давать от Бога. Я ему говорила, что они давали, Господи, проси ее. Идите свои двери здесь чистые. Да не надо посадиться. Мы же посадим. Еще когда придется нам будет так. И сильная, ты угнать, я слабая. Дома я, там, мальчик-девочка, сестра-брат. У нас так не желательно, чтобы женщина, мужчина подавала уже постарше. Так должно быть. Мне это все нравится. Что девочки, пожалуйста. Надо смотреть последствия. А последствия страшные, когда вот это не разбирают. У нас уже в 8 классе вопрос найти девственность. Уже вопрос. А мусульмане, потому что они трудятся, они сохраняют. Они работают. В этом вопросе. Благодаря вам у вас там тоже что-то может измельчить. Это вопрос другой. Потому что везде это, где работают специалисты, возводят предустощающие. А теперь, знаете, по России много ходите, да, вы тоже? А? По России много ходите вы? Да. По России много ходите, да? Поведаете много вы? Много. В прошлом году прошли 240 городовых селок. Там часто нужно вот это все. Представь, до Владивостока дальше, до Японского моря. Потому что в интернете же люди не часто бывают, не много. Очень часто многие. Есть такие, которые обратились. Теперь наши друзья, это через проповедь. Сектанты обращаются. Это новые души, которые мы дружидачьим не знали. Надо искать благословение Божие через священника. Вот мы поехали. Мы подошли к батюшке, он машину осветил, святой водой окропил, животное наше. Все. Почему мы делаем дело Божие? Мы поехали все еще на длину. Мы поехали в дальние страны. Представь, мы жаримся два месяца. Конечно. Это такая жара. 46 градусов. Ты замерили? Да, естественно. Градостей их не выдержал. Соломитет. И поэтому дело, которое мы делаем, оно дает удовольствие, леви, только внутреннего характера. Я делаю это для Бога. Я делаю во имя моего любящего Иисуса, который умер за мне. Я себе не принадлежу. Я знаю, он за меня жизнь отдал. Вот такой был Чингиза Айтмато. Мусульманин. Ее написал роман «Плаха». Запомните. Да, я знаю. Мы покупали его, наверное, сотнями экземпляров и раздавали людям. А его спрашивают, главный герой Ареста, его спрашивают литературные газеты. Скажите, Чингиза, вы, мусульманин, а почему главным героем христианина вывели? Он говорит, Мухаммад делал много хорошего, но за людей умер Христос. Вот и все. Он умер за грехи. Он умер за мои грехи. Он меня искупил, я бы таким не был. Он не просто сказал, а он искупил и дал Духа Святого. Я мгновенно преобразился. Я встал в столе в первую молитву, я сам себя не узнаю, я на себя смотрю. Я очень хорошо, но это не я. Вы знаете, как мне интересна ваша беседа с Мурсией. Сейчас. Я жду, не дождусь, когда он придет, чтобы... Сегодня так? Да. Мы будем надеяться. Святый Божий, святый Божий, святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Своей Сыну и Святому Богу, ныне при什нём Congр JENNимовом Христос. Я благослови меняayan mixesmanne. Присвятая Троица, помилуй нас, Господи очистите во жены наших. Владыка, прости беззаконное наше, святого, святого, святого ныне, слава имayı по раду. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Своей Сыну и Святому Богу, ныне приcir livro kau wami. Отче наше, Иже и Син strony Бессия, да святится имя� para grabits, да кредит в сажстве твое. Да будет воля Твоя, я по небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам весть. И остави нам долги наши, я поженю. Оставляй блажникам наших, и не веди нас во искушение. Но избавь нас от мука, Бог. Я Твои, Сарство, Силы и Слава, Вовеки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог и Его оболочит. Свят, свят, свят Господь Самоук. Вся земля полна, слава Твоей, Аллилуйя. Слава Вышли Богу на земле, мир в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за той день, Когда даровал веру в Тебя страх пред Тобой и ожидание Суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за день, Когда даровал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя, сохрани нас в пути, Даруй безопасность путешествий, благовестий, И посеянное сам, сохрани от недобрых людей, И защити место сие, освяти ее в благодатью Твоей, Для всех, кто будет здесь взывать к Тебе, И мысли, живущих здесь, направь в гордину, Через искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Силы с молитвами Твоей. Аллилуйя. Господи Божий наш, слава Тебе, Как дивно Ты хранил, Слышал молитвы наши и друзей наших О нашем благовестии, И сердца начальствующих Ты смирял, И проводил нас путями неведомыми и опасными. Слава Тебе, Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога о мне грешне. Благодарю Тебя, Ангел, Столько лет Ты хранил душу мою, Проведи душу мою после смерти на битарствах, И не покинь смертный час, Когда душа будет разлучаться от тела, И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Я, Матерь Христов, Пресвятая Христов, Моли Бога, Господи, Даруй нам желание молиться, Исполни нас благодатью Духа Твоего Святого. Аллилуйя. Господи, Уважи нас мудрость, Не бояться царей начальствующих, И не участвовать в бесплодных делах тьмы, Но и обречать, Быть благочестивыми и довольными всем, Что Ты даровал нам. Аллилуйя. Святитель, Духа Иисховникова, Мирный киевский чудотворец, Образ кротости и воздержания, Добрый архипастырь, Моли Бога о нас. Ты полощь и дотворец, Благодарю за усыщенную молитву о людях и животных, Даруй нам здраве животных, Другополыщих праздников, И возрати нас родным, И жилищам нашим. Аллилуйя. Молите Бога о нас, Святые пророки Божии, Помогли я Елисею, Моисей Самуилару, Ио, Али, Мой, Осип, Патриархи, Я здравеем и амус, Слуги Снаю. Господи, Благодарю Тебя За святых пророков, Исполни церковь Твоим Духом пророческим, Дабы день прихода Твоего Нашего отшествия Не заставлен с неготовыми, Но вышли навстречу Тебе С горящими святильниками, И сосудами полными, Иле добрых дел, Садеблены в Духе Святом Аллилуйя. Среди ангелов, Ангелов, Терруемы и Серафимы, И все небесные силы, Крестолу Божию предстоящий, Молите Бога о нас, Святые всех, Павленные апостолы, Молите Бога о нас, Петр, Павел, Ангелисты, Матфей, Марк, Букай, Иоанн, Молите Бога о нас, Святые мужчинки, Мужчины, Игнатия, Богоносец, Поликан, Семейский, Семейский, Философ, Касмай, Думьян, Ангелист, Освяти и устрои путь наш, Как вход и выход, Аллилуйя. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян, Голтово, Сапанасия Великий, Принсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корневий, Свердинар, Стефан, Пермс и Серафим, Саровский, Антаборский, 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 Аллилуйя. Будь милостив нам, Благослови нас, И сохранить между нами доводит мир, любовь и согласие по Слову Твоему. Отговорящих превратное. Прими нашу молитву, Воздиание рук, Как жертву вечернего глухания, Приятное перед престолом благодати, И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, Боже наш, Услыши молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. Господи, Прими нашу молитву и исполни, А всех западавших нам молись о них, Спаси их и помилуй, Аллилуйя. Говори Господу, Владыка, Слушай и слыши, Раб Твой. Аминь. Вот ты с Амиром просила, Вот значит, что 7 минут, Вот у нас будет такая разная молитва. А она, как правило, переписана с этого, Перепечатана. А какая разница? Большая разница? А вот, смотри, Что тут написано? При подготовке настоящего издания Текст синодального перевода Сверен с еврейским. Синодальный, То есть это правильный. Правильный. Это правильный? Абсолютно правильный. Ну слава Богу, да? Синодальный 1876 года. Четыре духовные академии переводили. Это лучший перевод. А вот это тоже синодальный? Тоже синодальный. Ну все, да, слава Богу. Православные все синодальные. Ну все. А вот это, отец Игнатий, Это Тора. Тора. Это мне тоже, Вот я попала в свое время. А это, это на Иврите. Да. Это Ветхий Завет. Вот я мечтаю изучить это. А сколько вы языков знаете? Турецкий, Азербайджанский, Русский, Слава Богу, Арабский. И четыре, Еще какой язык я знаю? Забыла уже. Забыла какой язык. Ну четыре точно. Ну мало, Отец Игнатий наиболее знает. А извините, А мой муж знает, Знаете, сколько? Он знает десять языков. Там разные такие. Переводи по-азербайджански. Ибо так возлюбил Бог мир. Что отдал Сына Своего Единородного. А что отдал? Это 3.16 Евангелия Теана. Отдал Сына Своего Единородного. Ты переводчица? Хорошо. Переводчица нравится или нравится? Хорошо. Я переведу по-своему. Да. Осы Пегомберни Инсанлара gönderdi. Дабы всякий верующий в Него не погиб. Ки Инсанлара холас etsin. Но имел Жизнь вечную. Инсанлар холас etsin. Вонлар ободията больше сумер. Давай по-турецки. Ибо так возлюбил Бог мир. Ой, это мне сложнее будет. Немножко подождите. Надо со словами осмотреть. Ну почти то же самое. То есть ты когда считаешь, ты переводишь. А переводить в обратном порядке, я почему и сказал. Не надо смотреть на цены. Так, слушай внимательно. Ну не настолько я так. Так, по-арабски. И вот так возлюбил Бог мир. Нет, так я не смогу сразу. Мне надо со словарем осмотреть. Не смогу. Еще особо. Однозначно, очень хорошо я знаю русский, азербайджанский. Турецкий тоже знаю. Но так вот не смогу. Ну, во всяком случае, если турки будут говорить, ты поймешь, собираются тебя накормить или убить. И говорить тоже я могу. Ну вот так перевести. Нет, ну ты уже поймешь, что они хотят тебя накормить или убить. Ну не, ну не, все. Садитесь, да, вы немножко. Давай. Так. Давайте какую-нибудь религиозную, да? Да, пожалуйста, какое вы хотите, религиозную. Ну дать, что играла, может быть. Слушай, я для вас играла. Давай. Ну это послышали, да? Для вас уже... Да. Спасибо. Ну и, конечно. Так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Парси Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ваши ученики Сидят по форме У каждой руки вот так вот Это учитель Я тоже учитель по Теряевке, 11 лет уже работаю, так что мы с вами коллеги. Мы родители сидели, ждали, когда Мурса придет, что хозяин пригласит, думали, что нет, а Самира перегнулась и кричит нам сюда с балкона, заходите, заходите. Он сказал, что я сначала в лечить зайду, а потом я приду, но он заранее предупредил, чтобы я все приготовила, все вкусненькое, чтобы мы трапезничали и беседовали, параллельно все делали. Так, я еще подумал. Я думаю, что у нас все очень интересно пройдет сегодня. Если у вас ванна есть, я куплюсь, я соленой воде сегодня купался, у меня еще все тела не так. А что вы будете играть? Будете мне снимать. Обязательно. Так, это молитва называется, если хотите, я даже спою ее. А кто сочинил это? Это турецкая молитва. Турецкая молитва. Здесь говорится, что Господи, с твоим именем начинает солнце светиться. Потом говорится, что с твоим именем свет появляется в домах. С твоим именем наступает первая весна. И если ты, только если ты захочешь, тает снег и лед. Это по-турецки все, да? Это по-турецки, да. Аминь. А потом говорится, Господи, сохрани нас и убереги нас от всего дурного, плохого. И поведи нас светлым путем, всех нас поведи светлым путем. Мы пришли своими молитвами к Тебе, Господи. И мы уповаем только лишь единому Тебе. Вот так. В конце рифмотка сошлась. Это от Бога. Так, так, здесь, извиняюсь, дозис-фазис приключен. Я перевернулась. Аминь. 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 Вот так. А ты, мама, ж ты, не жила я, Секи, не дала мирую мою. Так, дальше я немножко сосняюсь, когда... Секи, не дала мирую мою. 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 Я так немножко соснялась, поэтому... Аллилуйя. Коя говорит, помыться надо в ванне. Я удивился, никогда в жизни не видел такое. Зашел, а ванная, где ванны нет? Она говорит, а вот ванна. Это оттуда надо на себя, да? Я еще не знал. Она нагрела ее, нагрела, успела ведро мне здесь нагревается. Я говорю, а это что? А эта вода вся стекает туда. Это как душ на себя. Ну да. Что я ей сделала? Ты что сказала для тебя? Что это приготовить? В радость? Да, да. Это же мне суждение, вы учите, а я служу вам. Это Богу угодно же. Какие у меня суждения, это у нас, у каждого не понимают. Я рад и счастлив, что удостоился здесь быть. Ну что вы водит Игнатий? Не за это. В Каспийском море купались, оно солоновато. И у меня солон на теле охота смыть было. Это я удостоилась, чтобы вам подготовить это все. Отец Игнатий, спасибо вам, что вы, ну не в ванной комнате-то говорить, да? Что вы приехали, и спасибо Богу, что он мне сегодняшний день дал. Я, слава Богу, клянусь, на всех языках и во всех этих песках. Аллилуйя. Вот если мне тебя хочешь помыться, оказывается очень легко. Мне не надо. Отец Игнатий, пока вы им не скажете, они не скажут, как я. То есть у него не так вот, на каком-то узком она только сидит. Изучение не мешает, я еще раз говорю. Но, ребят, Господь подвигнет все равно к нужному берегу. Да, правильно. Сегодня я хотел побеседовать, если бы были люди здесь. Сейчас они придут уже тихонько. Ну, мы не знаем. Определенное местописание. Как понимают. Римеум 6.23. Я говорил, Самира, если ты перейдешь в храм по Теряевку с Наташей, мы уйдем далеко в степь с детьми вместе. Я в начале детского лагеря. И мы побеседуем на эту тюрьму. Чтобы я вас видела. Не каждому человеку сегодня, даже христианину, понятно то, что там написано. Который в Коране Бог говорит на этом месяц. Сейчас вы знаете этого. Рамазан называется. Это сура, который на арабском и который на русском. Простите, а сколько вы языков знаете? Знаю около 6-7. Около 6-ти. Да. По этому. Это наилей сверху. Это месяц касается. Это рамазан, который сейчас постим. Самира, подойди, то у меня буквы сливаются. Давайте. Просчитаем. Да. Просчитаем это. Будете сейчас считать? Да. И я на арабский один строчек и на русский. Хорошо. Уповаю на Бога от проклятого сатаны с именем Бога милостивого и сострадателем. Воистину мы послали его в ночь предопределения. Откуда тебе знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь не сходят ангелы и дух Гавриил, дозволение их Господа, дабы исполнить его веление на этот год. В эту ночь не с послания приветствий верующим от ангелов до самого наступления зари. В эту ночь не с послания приветствий верующих от ангелов до самого наступления зари. Спасибо. А люди там понимают, что на арабском языке или переводят? Иногда переводят, иногда нет. Ну а если не понимают, то тогда... Есть там переводят, любой язык есть, на любом языке. Если человек не понимает, Павел говорит, то я для него как иностранец. Да, это само собой дело. У нас на любом языке есть. Как сейчас есть самый меньший язык на русском языке. Если кто-то считает, что переводить с арабского нельзя, я считал... Это их касается, которые арабский знают. Но у нас тоже некоторые противятся, чтобы на русский библию перевести. Тысячелетие держали во тьме людей это. Ну и пришли к тому, что сейчас мы видим. И люди вообще ничего не знают. Это само собой дело. Чего может, то, что Бог дал человеку шанс, который человек учится, ты, вы или кто они, их должны распределить, их должны знать люди, и сказать, что там написано. Не все же это... Павел говорит, если труба издает неопределенный звук, то к битве будет готовиться. Труба, допустим, на военный подвиг издает, она определенный звук должна издавать. Так это должно быть понятно. Поэтому вот лучше я скажу пять слов понятных, чем десять тысяч слов непонятных. Это само собой, да. Но еще есть такой мысль, еще есть такой ает, который Мухаммед говорит. Коран, хоть понимает, хоть не понимает. Там все равно это есть, как савап. Савап это награда. Награда. Все равно, допустим, сейчас... Альхамду лилляхарабиаламин. Это голос тебе действует. Ты хочешь, не хочешь, думаешь про это. Бог, то, что ты понимаешь, нет. То, что не понимаешь, его слушаешь внимательно. Матерь, нам? Бог тебе что говорит? Тоже самое. Да. Противники русского языка, они так говорят. Я сторонник абсолютный русского языка. Вот у нас Библия какая переведена. Это сокровище. А это само собой. Это четыре духовные академии переводили. И поэтому, если я вот сегодня шли и пришлось тут некоторым молодым ребятам говорить. Если бы я заговорил с ними, допустим, на языке хинди или финляндском, ну ни один бы не понимал. Ну еще слова могу даже петь им сказать. Но надо в душу, чтобы семя проросло. Чтобы сердце восприняло. А сердце это земля. Куда семя слов падает. Вышел Господь, говорит, сеять и сеять. Иное упало при дороге. Птицы поклевали. А иное упало между теми. Только четвертый сорт упал на подородную почву. Взрыхленное, чем языком проповеди. Это плуг. Язык. Как плуг. Политое зерно дождем, слезами раскаяния. Есть смысл-то такой заложен туда. И дало плод. Старище в тридцать, шестьдесят, во сто крат. И дальше Господь говорит, кто имеет уши, да слышит. Значит не об этих ушах речит, а духовно воспринимает. И что-то должно быть понятно всем. Да. Само собой. Но все равно Бог так создает жизнь. И даже животные, которые не могут. Мы это не понимаем их. Они же друг друга понимают. Да. И также, который человек то, что не понимает, но слышит. И ему это достаточно, этот голос. Допустим, который мусульмане сейчас, который мы читаем там. Аллаху Акабар, Аллаху Акабар. И также в России, и также в другом государстве, и также в разном мире, стране. Который не понимает арабский. И он интересно. Подходит, ищет этот голос и говорит, боже мой, как красивый голос. Что это такое? Потом подходит и начнет объяснить. А что это такое? И так далее. Понимаешь? И так же человек, это не может это все, чтобы понимать. Это не берет в голову то, что человек все мог бы понимать этого. Знаете, это один к одному наши православные точно так же объясняют. Я пришел в храм, и на меня это действует. А там же красиво поют, хор такой большой. Это на меня действует. Я говорю, а ты слышал, что сейчас говорили-то? Написано, не прелюбодействуй. Как так? Но ты же сейчас не слышал. А у тебя третья жена, живешь, изменяешь. Ему надо вложить. Вложить надо. Это что? Правильно, это хорошо, музыкально, это звучит. Понимаете? Это небесно, с таком на славянский язык. Но плода не приносит. Он не знает, что ему было предупреждение. Я ему считаю по-русски так. Он говорит, а у меня там так не написано. А почему? А там другие слова совсем. Надо понятно, чтобы было. Вот что сказали? Подойти? Да, интересно, я могу подойти. Один объяснит, а другой не объяснит. Я подошел к Муле и говорю, вот так написано. Такой-то. Пятая сура, там двадцатая. А я, а вы на каком языке читаете? Я говорю, на русском. А кто перевел? Перевел. Лучший переводчик, называя там Юлия Игнатьевича. Это кто-то, кто-то. Да. Это еще до революции. До революции. И он против. Я говорю, а почему? Как это совет? Ну, это не каждому. Ну, переведи мне. Он перевести не может. Это не Мула, а Имам. Имам. Я говорю, ну ты переведи. Вот я тебе привез. Ты не согласен с этим переводом. Ну, ты переведи по-арабски. Он по-арабски по это перевести не может. Садитесь. Я говорю, а смерть для многих людей. И вы людей-то должны учить. Я поговорил. А когда я выступил, пока рано-то. Они стоят, Имам там и помощники его. Они меня подозвали отдельно. Мы были на встрече религиозных руководителей. И говорят, а вот вы говорите, а по-арабски не так звучит? Я говорю, а вы переведите на Мула. И они мне ничего не дают в ответ. Ну, я говорю, с пустыми руками я зашел от вас. Вы учителя. И не можете перевести. А как народ-то переведет? Он не знает. Это очень трудно. У всех там свои задания есть. О которых у нас есть сейчас в Азербайджане. Бакуй также на какой-нибудь стране. Какой-нибудь город. У нас есть, которые супер-арабские и русском языке. У них все свои там. У них задание другое там. Поэтому он не попал той точкой, которую вы хотели так же вы. Ну, хоть бы он как-то перевел. Я бы сравнил с чем-то. Но я отошел. Совершенно ни с чем. У нас хорошие отношения. Но они не довольны, что я в русском языке. Они не довольны мной, что я в русском переводе дал это. Я не переводчик. Я разговаривал на немецком, английском, французском. Я занимался испанским. Мне Бог много давал. Я все оставил. Но арабский я не знаю ни слова. Но я ссылаюсь на лучших переводчиков. Он это опровергает. А взамен ничего не дает. Судак вам все абсолютно. Есть хорошие коренные, которые по-киньски остались. Они, да. А которые, знаешь, ты сейчас общевойсковой. Кто-то откуда-то приезжает, приезжает. Даже не русский, не знаю ничего. Которые коренные. Самые, конечно, всегда не остаются честными, добрыми и так далее. А так, я сам кореную грузин. Так, пойманись на 95-м, четвертом году. Наша страна, это сторону Азербайджана, Грузия. У вас ранее ездили грузинские? Да. Вот я, мы только что из Грузии вчера выехали. Там один священник в Тбилиси, Борщуков наум, он еврей. Он в моем доме обратился, я миссионер. И он стал православным батюшкой. Помощником патриархов. Я у него был вчера и говорил про Котик. Просто религия в Грузии очень слабая. Хоть наша, хоть наша. Наша вообще там нет, не имею ввиду. Мусульман мало очень там, да. И также, они говорят, что христиане вообще не собладают. Нет ничего. А не православный поймешь, не тот, не католик. Но там ничего не поймешь. Пьет, пьет. Оттуда выходит там с кем-то гуляет. Говорят, я сам знал, что Грузин был, только остался. Грузин другой верующий другой. Понимаешь? Наций это другое. Вера другое. Поэтому, даже я там был один этап. У нас как-то беседа шла? Извините, пожалуйста. Мы все объясняем. Ничего, вы завтра догоните? Да. Извините. Поэтому, даже у меня там, когда занятие было, один пришел, поп, да? Один пришел, и мне говорят, сказали ему, что он грузин, да на меня. А я, дети, был там костюм, там интеллигент и так далее. Какой же Грузин говорит? Грузин такой разве бывает? Грузин должен быть живот. Грузин должен быть пить. Грузин должны гулять и так далее. Я говорю, ты правильно не говоришь. Грузин другой вера другой. Потом он заболел очень крепко. Очень большую ошибку пропустил. Сказал, что Иисус пьет. Иисус гулял. Мохаммед тоже. У них многие жены были. Мы пропустили. Это очень большой грех сделал. Потом Бог им очень сильно наказал этого. Очень сильно заболели. Около 15 тысяч долларов ему сердце даже поменяли. Там, тростников и так далее. Видишь, Бог, когда что-то... Тем более, сколько он работал там. Церковь работает, тем более. Какие вещи, нельзя сказать и так далее. Но проблем нет тогда. Самое главное, что человек Мохаммед тоже там всех встречал в гостях. Нет разницы, с какого государства он. Я сам тоже люблю. Мы сами тоже так любим путешествовать, ходить и так далее. Я тоже недавно приехал вот так. Мы вас почти уже полтора месяца, два месяца почти ждем. Даже иногда я ищу его говорить, что они приехали, уехали. Ты проспала, говорю. Да, правда, мы ждали. Даже один раз что-то там не было, не понятно ли получилось. Она уже вышла, цветочки там взял, там, водическое взял. Водя, там, что-то пойти в второй час, они приезжают. Потом высказали, что ему еще другое место. Я хотел спросить, официально как объясняется полумесяц? Значение полумесяца у мусульман как объясняется? Почему именно полумесяц почти? Полумесяц там на учете. Что связано с этим? Полумесяц, да. Да, как объяснить? Да, понял. Что это за событие? Да, и звездочка, и это. Да, полумесяц. У меня только полумесяц. Откуда это идет? Какая сура, какой аят? Я понял, да. Просто это... Амира, не отвлекайся. Не знаю. Не отвлекайся. Меня интересует вопрос один. Ну понял, да. Полумесяц, почему мусульман полумесяц посчитает? Айшили, да? Он лучше миязм этот дизайн. Айшили, да? Неоднозначно объяснит. Айин парасы ислам, да не дым или мечты. Я понял, я тебя спрашиваю, да? Айшили, да? Я спрашиваю мусульман, почему у вас полумесяц на могиле? Да. Никто не объясняет? Да, в том числе. Как объяснять? Правильно. Это мусульман, который... Мухаммеда хиджрат сделал. Хиджрат. Как сказать? Из Мехтка Медини. Тут же мусульманский. Как сказать паломничество? Да, да. Переход. Переход. Да, Переход. Когда он сделал этого... Сейчас мусульманский... Какой год? 1430 сколько там? 34. 1434, да? Мусульманский это... Готовить. Да. Когда они перешли, ночь тогда, когда они ночью начинали хиджрат. Как это? Паломничество. Паломничество. Они ночью начинали выехать. Ты понял, да? Тогда луна что была? Половина была. Да. Понял, да? Когда мусульманский... Обычно это луна, когда половина... Сейчас у меня в телефон покажу. Это понятно. Это число уже, первое число, второе. 15 было тогда. Тогда объяснения другого нету, что он там что-то просили, он в руках запустил луну и другой выпустил. Нет, нет, ну что вы... Это, я говорю, в народе. Это отец родной. Он сказал вам, как есть. Это исчисление идет. Как вот христианское исчисление годов вот есть вот, да? Так же у мусульман исчисление после времени было. А переход из Мекки в Медину был? Нет, нет. То есть в Медину был. В Медину. Когда хиджрат это сделали. Ну это как бы народные такие поверья. Они и в православии есть народные поверья. Их много очень. Так и здесь это понятно. Сейчас. Я недавно беседа была и как раз коснулась мусульмана. Я стал говорить, как у мусульман. Да вы их не знаете. Ну и каждому отрезают кусок и дают. А как вам вот так вот? А брать обязательно надо. Так они вот так вот ходили и вот сюда вот кладят. На шалере она отходят, тряхнет его и пошли. Ну а русский берет две порции. Да, сейчас. Я вообще мяса не ем никакого. У меня есть последний раз. Да не проблема это. Вот сейчас допустим сейчас число по-мусульмански. Какой седьмой? Седьмой. Или у нас, видишь как? Завтра, послезавтра и так далее. Когда уже пятнадцатый бывает, уже целью становится. Да, но луна у него уменьшается и увеличивается. Понятненько так повернется. И сейчас пятнадцатое число. Вообще сегодня седьмой мусульманский. Седьмой уже поруч, после. Да. Мы нажимаем просто лунный календарь. Вот это имеется в виду. Да, да, да. Я читал об этом. Лунный календарь. Сейчас тысяча четыридцать тридцать четвертый мусульманский. И на мечети луна, что по лунному календарю. А который там вставляют или на кладбище там, или на мечети, или на минарах. Это мусульманский символ. И это тоже не так важно. Да. Понимаете? Я не один. Я сколько с мусульманами говорил. Вот чтобы объяснить, там есть жениха не один. Никак. Да. Потому что в Коране как 12 месяц. Все поговорит вот так. Мухаррам, Сатарай, Джамарадин Ахир, Раджаб, Шахбан, сейчас Рамазан. И так далее. Месяц. Как январь, февраль, марте и так далее. Мусульманский тоже так. Купенхафтар тоже. Который вы сейчас. Посмотри там. Там улетело. Да. Они приходят здесь. Они прилетают здесь. Кушают. Потому что это все говорят, что мусульмане. И так же все говорят, что мы христиане. Когда что-то спрашивают, они ничего не знают. Не соблудают свои законы. И так же мусульмане. Любого спросить там сейчас. Выходи, говорят, я мусульман. Он сейчас курит, пьет. Это месяц. Без бороды. Не обязательно. Борода это не очень большой роль играет. Любой человек держит у нас там. Может там торгует там что-то. Может он пьян и там. Борода не очень большой роль. И поэтому это не означает, что он мусульман. Мусульман это другой, который верит и соблюдает законы. Христиане не тот, который так просто носит. И все я верю, все. Но все свои делами там занимается. Соблюдает свой закон. И так же евреи, и так же там юдизм. И так же там переходит в разные там вера. 73 вера в жизнь. У всех свои это. Индия и так далее. Азербайджанец, который там ходит, гуляет, кайфует. Я мусульман, говорит. Он или она не одинаковый. Он откуда мусульман? Вот так просто имя мусульман. А молиться пять раз. Почти сейчас с утра от пяти. С пол пятого. Сейчас до пол десятого. А он ничего, он кайфует, ходит. Он не одинаковый что ли? Он так просто азербайджанец. Азербайджанец, грузинец и так далее. Который соблудает. Вы тоже так. К такому человеку надо подойти с религиозами. Который знает, в каком город вы едите. Какой там надо. Спросит, кто у вас здесь? Кто арабский знает? Кто грузинский знает? А так вы проходите с дороги. Там штаны вот так. Там барада там что-то. Или накрытие. Не обозначай, чтобы он знает что-то. Он даже не знает, что какой-то руки поднимает. Вот что говорит. Он даже кибля, мы слышали. Кибля, что такое мягкомед. И так далее. Губля это даже направление? Да, направление это. Молится. У всех свое направление. И так же как Мухаммед, как Иисус Моисея направляли в истории из... Как его? Израильцы не знали? Израильцы. Израильцы. Израильцы Ахса. Кого еще ждешь? Иерусалим. Сторон Иерусалим. Еще двоих троих. Они наверное попозже придут. Ответственно. Кого-то хотел еще дождаться что-то еще. Проблема. Благослови и разумеет Слово Твое Святое. Прибудет с нами Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Слабо. 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 Расческа твоя. Я знаю. Ничего, иди вместе. Чтобы мне голову не поворачивать. Это можно будет. Я официально приглашаю вас к себе в гости. Ой, спасибо. В любое время, когда вы вздумаете. У нас не запрещено как молиться, как... Да нет, это проблем нет. Вы, дорогие наши, будете гости. Бог создал за меня. Бог создал человек и люди, чтобы друг другу познакомиться. Это официальное приглашение. Да. Спасибо, отец Игнатий. Мы давно хотим... Вот, сообщите-то когда, чтобы мы могли встретить. Летом уже жара у нас, зимой у нас холодно. Я зимой люблю, поэтому... В снегах там бороться, там микро. Туда пойти, там Виктор, там лыжи дадут. Там может быть... Это не проблема. Да, поэтому... Я предложение взял сам. Да, Бог, чтобы позволил нам. Почему? Потому что Бог, как Иисус говорит, так Мухаммед, и также Коранка, так говорит Бог, что мы воссоздали, люди, чтобы друг другу познакомились. Да. Мы воссоздали город, их от друга. Мы воссоздали из-за этого, чтобы друг друг общались. Общались, делились талантами, которые Бог дал. Бог дал для того, чтобы делились, а не для того, чтобы прятали. Да, поэтому человек должен быть добрый. Кто добрый, тот долго живет. Кто добрый, тот хороший. Бог ему дает здоровье. Я рассказываю, как мой дед по матери. Он знался с мусульманами. И когда они проезжали, казахи, казахская ССР. И они проезжали через его деревню. Но отношения разные. Но они у него сделали стоянку. Все останавливались у него. А он когда-то поехал и попал им в аул туда. А они его с телеги стащили. И через все деревни на руках пронесли. И всем, мы про него рассказывали. Вот он явился. Это мой дедушка родной. Его отношения были. Он христианин был. И поэтому его учить не надо было. Все мы близки по Адаму. Сейчас он здесь будет? Господи Иисусе Христе, Искупителю наш. Ты пролез за каждого человека кровь. Дамы веру твоей святую. Да, мы искуплены тобою. Мы получили жизнь вещью. Да, будет благословен этот дом. Живущая здесь и приходящая. Да, будет благословен этот город и правители. Обратись в сердце всех познать тебя. Тебя слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Да благословит вас Господь.